Далее отмытый нормальный дом. Вот это вся красота стройки. Только открываем дверь. И здесь нам нужно преодолеть четыре ступеньки. И вот это издалека похоже на стоящее дерево. Ну и рядом, обратите внимание, автошкола, центр занятости населения, агентство занятости, курсы гражданской обороны. Вот она, опора под... Ну, для тех, кто не желает приобретать. Промка здесь и промка здесь. А вот здесь, за этим домом, это строительство комплекса. Чистота, друзья, и порядок. А тема шум... тема шумоизоляции, извините. Именно за этой дверью. Похоже, это сюда. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. И сегодня вам покажу, и мы с вами поговорим про жилой комплекс Илона от финского застройщика Юит. Жилой комплекс Илона возводится на участке в 1,13 гектаров земли в Калининском районе Санкт-Петербурга на Нишлотском переулке. Комплекс будет состоять из трех домов высотой от 5 до 10 этажей с подземными паркингами. В комплексе будет 400 квартир и 159 машин и мест в подземном паркинге. Расскажите про возможность парковки автомобиля рядом с домом, если не планируется покупка места в паркинге. Ну, для тех, кто не желает приобретать, наверное, можно и парковаться на самом деле на улицах города. Благо, что Нишлотский это позволяет, Нишлотский переулок. Там есть парковка у зданий, которые расположены дальше. Ну, в целом, в моем понимании, подземная парковка – это то, что, в принципе, дает больший комфорт клиентам. Во всех домах будут кладовые помещения. Высоту потолка застройщик обещает в 2,7 метра. Квартиры представлены от студий до четырехкомнатных квартир. Остекленные балконы, квартиры-трансформеры, умный дом. Некоторые квартиры можно оборудовать саунами за свой счет и многое другое. Давайте посмотрим на квартирографию третьего корпуса. 55% от общего фонда квартир занимают студии и однокомнатные квартиры. Двухкомнатные квартиры – 39%. И трех- и четырехкомнатные квартиры занимают 3%. Однокомнатная квартира в жилом комплексе Илона стоит от 8 655 862 рублей. Застройщиком комплекса является общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик ЮИТ Илона с уставным капиталом 1 миллион рублей. А учредителем юрлица выступает акционерное общество ЮИТ с уставным капиталом более 10 миллиардов рублей с финскими учредителями. Первый дом из трех должны сдать в третьем квартале 2023 года и выдать ключи до 30-го, 11-го, 2023 года. Класс энергоэффективности всех зданий А, а это значит высокий. Согласно проектной декларации застройщика, интернет-провайдером дома будет компания Обид. С озеленением тоже будет все хорошо. Это видно из проектной декларации застройщика. А теперь поговорим про соцобъекты. Когда изучали ситуацию обеспеченности социальными объектами, в ближайшем окружении жилого дома, там в 500 метрах, расположены две школы и три детских сада. И по нормам, соответственно, мест в этих учреждениях было достаточно для того, чтобы разместить там и детей будущих жильцов нашего дома. 107-я гимназия в 600 метрах от комплекса. Детский сад номер 29 в 700 метрах. И в 800 метрах детский сад номер 93. Детская поликлиника в 700 метрах от комплекса. Но не это главное, друзья. Согласно официальной информации от учебных заведений, вакантных мест нет. Ближайшая станция метро Выборгская в 700-800 метрах от дома. Вот на этом участке земли застройщики возводят жилой комплекс Илона. А рядом находятся достаточно интересные и уникальные объекты. Налоговая, полиция, железнодорожные рельсы, промка, опоры высоковольтных передач, особняк Нобеля. Все находится в окружении будущего жилого комплекса. А рядом с комплексом находится заправочная станция Неста. Промка здесь и промка здесь. А вот здесь, за этим домом, это строительство комплекса. С высоты соседнего дома отлично виден небольшой такой скверик, у которого нет названия, где можно погулять с вашими домашними питомцами. Вот она, опора под высоковольтную электропередачу. Я так понимаю, она как раз к промке идет. А вот и высоковольтные провода с такой огромной вышкой. И, соответственно, вот они уже рельсы. Вот мы видим состав, видим электричку РЖД. Вот это здание налоговой инспекции этого района. А вот, друзья, и налоговая инспекция этого района. Ну и рядом, обратите внимание, автошкола, центр занятости населения, агентство занятости, курсы гражданской обороны Калининского района. Все рядом с будущей вашей квартирой. Вот из-за моей лысой головой в шапке как раз и находятся железнодорожные пути. Здесь громко говорят по мегафону, поэтому если откроете окна, то точно будете все слушать. И буквально в 20 метрах находится жилой комплекс Элона. Вернее, он там не находится, а еще он только строится. Гаражи, железнодорожные объекты, жилой комплекс Элона. Знаете, когда вот видишь такую колючую проволоку, то сразу вопрос, что там находится. А там всего лишь строится новый жилой комплекс от Юэта. Давайте поговорим вместе, друзья, про месторасположение комплекса. Я считаю, что первое, основной его огромный плюс, то, что рядом находится в шаговой доступности станция метро. А есть ли еще здесь какие-то плюсы? Вокруг промка, стоят ли эти квартиры этих денег? Вот здесь у меня лично возникают вопросы, потому что дом комфорт-класса. Да, здесь вроде все есть, но и в то же время, можно сказать, ничего нет. Сады и школы есть, и вот про это. А попасть туда, по официальным данным, просто нет, потому что мест нет. И куда возить детей, непонятно. Кстати, очень здорово и важно перед покупкой в этом районе посмотреть мой обзор на жилой комплекс Терра. И там я познакомился председателя соседнего дома, и она просто все рассказала. У нее есть дети, она рассказала про все плюсы и минусы района. Поэтому, друзья, обязательно посмотрите. Так как смотреть практически нечего, а только-только вот начали возводить комплекс, соответственно, как я всегда говорю, лучше всего это посмотреть уже на построенные и сданные объекты от застройщика, чтобы понять примерно в каком качестве вы получите свой объект. Ну, благо у компании Юит уже большой портфель завершенных объектов. Но я перед тем, как выбрать объект, написал застройщику и поинтересовался, по его мнению, какой больше всего с данный объект застройщика можно сравнить с жилым комплексом Илона. И мне дали ответ. Вот сейчас туда мы, друзья, с вами едем. И это жилой комплекс Тарма, друзья. Именно сейчас я приехал сюда, чтобы вместе с вами его посмотреть и обсудить. Закрытая территория, класс энергоэффективности А и технология мокрого фасада. Слышите? Вот там под штукатурным слоем утеплитель. За счет этого обеспечивается сохранение ресурсов дома, то есть зимой тепло, а летом прохладно. Паркинг, сам дом. Обратите внимание, есть скамейка, есть парковка для велотранспорта, красивое ограждение, чтобы не парковались машины. Ну, на первый взгляд смотрится все достаточно неплохо. Первое, на что я обращаю внимание, почему-то я здесь не вижу деревьев. Я вижу кустарник, я вижу нормальную подстриженную, хорошую, не вытоптанную траву. Современные системы освещения. И обратите внимание, какая просто офигенная детская площадка. Вот за контейнеры, кстати, 5 баллов. Смотрите, как круто все сделано. И вот это издалека похоже настоящее дерево. А не имитация, как у многих. Да, друзья, настоящее дерево. Молодцы. Все балконы стеклены от застройщика. Вот видите решетки? Это как раз для забора воздуха. По необходимости можно установить себе кондиционер. Входные группы в уровень землей. Большая площадь остекления. Видите, краны для полива. Все сделано аккуратно, очень аккуратно. Заходим. Здесь у нас тамбур. Здесь мы видим в уровень с полом сетка для того, чтобы в грязную погоду вот так вытирать ноги. Проходим дальше. И здесь нам нужно преодолеть 4 ступеньки. Жилой комплекс Тарма. Сдавайте батарейки. Ящики. Ящики заподлицо. Но ящики, знаете, такие обычные. Совсем недорогие. То есть ничего такого. Вот это, конечно, конструкция. Считаю. Хочется услышать и ваше мнение. Я считаю, для Юитта это такой жирный минус. Почему было не сделать здесь, не знаю, вот такой обычный подъем без ступеней хотя бы. Так с коляской же удобнее. Чтобы не делать вот такие нагромождения. Коридор первого этажа. Нумерация квартир сверху. Сразу все видно, даже с плохим зрением. Щиты, ключи. Опечатано, пломбировано. То есть на первый взгляд тут все нормально. Камеры для видеонаблюдения. Решетки. Вот клапан стоит. Да видите, как все закрыто. И сочетание цветов. То есть он окрашен в цвет как раз входных дверей. Лифтовой тамбур. По-другому не назвать. Здесь один лифт. И вот на этом как раз жители говорят, что это один из минусов. Потому что лифт всего лишь один. Но обратите внимание, этажность всего лишь 11 этажей. И достаточно небольшое количество квартир. 7 квартир на площадке. Управляющая компания Юит. Одна из дорогих управляющих компаний. Если нужно посмотреть, сколько вы будете платить, заходите на сайт Юит-сервиса. И, соответственно, смотрите. Вот смотрите, вот тамбур. То есть вроде ничего такого сверхординарного нет. Но здесь чисто, порядок. Уважаемые соседи, дом у нас новый. А при входе в парадную воняет с санками. Чьи животные постарались. Просьба убрать запах. Вот молодцы жители. Взываем. Это у нас, похоже, отис. Лифт зашит. Вот здесь, кстати, тоже сразу вопрос. Так мы с вами на 11. Да, друзья, это отис. Ах, какой. Ген-2 или нет? Непонятно. Значит, первый, конечно, здесь зашит. Это все правильно, потому что люди делают ремонт для того, чтобы не убили этот лифт. Строители стройматериалами для этого обшито. Сделали бы красивый баннер, Юит, добро пожаловать домой. Было бы намного лучше. А лифт едет неплохо. Немножечко его подтряхивает. Проверим Юит. Нажал второй раз. Так, что-то не работает. А, все. Ждем ответа. Надеюсь, Юит ответит. Но, к сожалению, у Юита не отвечает. Вот, не дай бог, сел телефон. Или здесь, например, если не ловит, то я вот... Куда позвонить-то? Где вот номер? Куда мне позвонить? Вот, я не вижу, что если вдруг я здесь застрял, куда мне позвонить? Мне понятно. Выходим. Ох, как вы долго отвечаете. Здравствуйте. Проверка связи. Подскажите, это управляющая компания Юит? Я правильно позвонил? Нет, это диспетчерская охрана. Диспетчерская охрана. Благодарю. Хорошего дня. Друзья, ответили, но ответили очень долго. 11 этаж. Вот, смотрите. Только открываем дверь. Ух ты, как, слушайте, как классно сделано. Смотрите. Вот, не знаю, это специально или так получилось. Знаете, такое ощущение, что здесь вода. Ну, смотрится, слушайте, прикольно. Вот она сразу. Нумерация квартир. Где вот нужна 83-я квартира, я понимаю, что мне нужно идти направо. Здесь достаточно все просто. Мне, например, нравится то, что здесь обычные, ровные, гладкие стенки покрашены современными красками. Если не ошибаюсь, Юит применяет тикурила. Обратите вот на эти элементы. Да, вот они практически в цвет стены, но все четко. Смотрите. Вот недавно сдали дом. Нет нигде краски. То есть вот на такие моменты обращаешь внимание. Современные удобные звонки. Они на уровне выключателя. То есть нажал, там позвонило. Входные двери. С одной стороны, да, вроде она такая простая, но она зато не надоест. И вот я не вижу, чтобы кто-то здесь их, друзья, менял. Современные счетчики электрооборудования. Ну, что тут больше смотреть, в принципе, нечего. Светлый, хороший, нормальный межквартирный коридор. Сразу видно, где какая квартира. Вот здесь Юит у большой зачет. И вот смотрите, что мне нравится. Пожарная безопасность. Опломбировано. Кто опломбировал? Ключ. То есть вот у нас есть определенные правила, законы. И вот все как положено, так оно и есть. В целях вашей безопасности оборудование закрыто. Доступ. Вот номер телефона есть. Ну-ка проверим. Открыто. Написано закрыто. Значит, что мы здесь видим? Это у нас обычный шкаф, где находятся счетчики на тепло. Здесь я чувствую, что тепло. Во-первых, здесь сразу можно посмотреть, что сделано все достаточно аккуратно. Тепло, шумо, изоляция, извините. Запорная арматура, фильтры грязные очистки. То есть вот они. Счетчики на воду. Счетчики, соответственно, на тепло. Вот коллектор как разводка. Ну, всего вопросов и нет. Молодцы. И дверь, конечно, такая здоровенная. Не знаю, нужна ли она такая, в принципе. Вот, кстати, напишите, нужна ли такая дверь. Я на самом деле думал, что там колясочная или кусок кладовки чьей-то. Неожиданно открываешь, а там оказывается счетчики. Давайте выходим сюда. Вот это одно из моих любимых мест. Ну-ка. Вот он зумит. О, видите, работает. В отличие от некоторых. Одиннадцатый этаж. Я только зашел, сразу включился свет. Смотрите. Ну, да, вот здесь можно, конечно, докопаться. Здесь то ли краска побел касался. Но, в принципе, все сделано аккуратно. Блин, и здесь как красиво. Не подтеков. Закрыто. Саморезик оставили. Красавцы. Все достаточно чистенько, аккуратненько. Здесь вот на площадках, вот здесь я вижу плитку, здесь я тоже вижу плитку. И обратите внимание, что нет переходных балконов. Для того, чтобы спуститься, вы просто идете. И не нужно там из-за лифтового холла переходить через переходной балкон на личные марши. Здесь сверху мы сразу видим территорию. Самый крайний дом, который будет сдаваться еще в 2023 году, если не ошибаюсь. Вверху мы видим все огорожено. Красиво смотрится фасад. Нигде не видно каких-то потеков. Ну вот, когда, знаете, вот я такое вижу, я понимаю, за что я здесь заплачу деньги. Все чистенькое, все просто, сделано и со вкусом. Ну вот, кстати, одни из любимых мест. Видите, вот он идет, металлический отлив. И для того, чтобы влага не попадала туда, под него, то здесь закрыто герметиком. И здесь, соответственно, герметиком. Если посмотреть на остекление, то мы тоже видим, видите, какой нормальный, хороший вынос. Капель отвод сделан. Здесь, внизу сделан. Вот тут видно. Сейчас попробую приблизить камеру, не знаю, получится ли. Нет, вот. Обратите внимание, как хорошо, ровно, красиво сделана герметизация. Ограждающая конструкция. Ну, здесь, конечно, ржавчина пошла. Это надо подкрашивать. Это вот единственное, что вот таких нюансов, да, я вижу, но это все исправляется. Вот, смотрите, все четко, красиво. Ограждающая конструкция держится крепко. Сюда никто не попадет, потому что здесь просто, вот здесь нет дырки. Все сделано для людей. То есть перила смотрятся достаточно просто, но при этом и роль свою не выполняют. И в этом доме это смотрится нормально. То есть не как обычно, знаете, вот этот кусок линоле мы прилепят. И говорят, мы дом комфорт-класса или бизнес-класса. Спускаешься, все везде красиво, хорошо. И как выглядит первый этаж, так же выглядит и последний этаж. А не как, знаете, у некоторых, а личный марш тут плиткой выложили. И то один марш. А дальше все, как говорится, шармом покатить. О, свет. Блин, слушайте, ну вот приятно. Реально очень приятно. Очень приятно, когда вот такое происходит. И выходишь. Ну вот на самом деле, вот здесь могу только сказать, что сама территория дворовая у дома, конечно, небольшая. Потому что вокруг большое количество застройки. Вот смотрите, ограждающая конструкция. Вот здесь можно там зайти посмотреть. Давайте сейчас вам покажу. Вот застройщик делает территорию облагорожен. То есть здесь будет красота. Видно, да, здесь не пройти. Все закрыто. Вот так должно быть на каждой стройке. Везде чистота и красота. Вот давайте здесь посмотрим, обратим внимание с вами на фасад. Вот ламинированные окна сразу смотрятся совсем по-другому. Светлые тона. То есть юитовские дома узнаешь сразу, как только или приезжаешь, или подъезжаешь. Вот здесь, например, да, вот там внутри трубы тепла проходят под отопление. Смотрите, как красивенько сделали. Ну вот молодцы, умеют же. Кто-то же умеет делать. Вот второе тоже место под сбор мусора. Здесь какая-то площадка. Вот здесь хотелось бы, может быть, каких-нибудь немножечко горок. Ну вот первое, конечно, что не хватает, это деревьев. Мне бы лично хотелось деревьев. Я не знаю, друзья, нужны ли вам, например, деревья, или вам только вот этих кустов хватит. Вот напишите, скажите свое мнение. Как вам? Вот когда видишь вот такие нюансы, понимаешь, да, что там сидят нормальные технари, которые думают, как сделать удобно для людей. Подключают сюда, соответственно, шланг и поливают все зеленые насаждения во дворе. Зайдем посмотрим еще один только сданный подъезд. Почтовые ящики, название жилого комплекса. Затирки, смотрите, хватило везде. Никак у некоторых уголки стоят. Давайте проверим. Вау! Смотрите. Ну-ка, зуммер-то работает. И здесь тоже все в порядке. Вот обратите внимание, то есть вот застройщики приобретают вот такой шкаф, он полностью целый. Соответственно, есть вот здесь выемка и вот здесь выемка для того, чтобы вот эта часть конструкции можно было вытащить. Смотрите, как все сделано аккуратно. Они как у некоторых выпилены, вырезаны, потому что изначально все сделали, друзья, через одно место. Я не любитель, конечно, застройщиков нахваливать, но когда вот сюда заходишь, понимаешь, что ты живешь совсем в другом доме, в другом месте, здесь позаботились о людях. Лифты Ген 2 с режимом регенерации электроэнергии позволяют экономить до 70% электроэнергии в год. Первый раз у меня едем в лифте, и человек говорит, вы же, Андрей, я смотрел ваш обзор, ясно, я не знаю, я там живу, я говорю, слушайте, круто, у вас очень хороший дом и застройщик, вот так. Очень приятно. Когда еще говорят, что ты делаешь хорошую работу. Белая решетка, красиво, нигде не видно краски, вот за это большой плюс. Так, вот здесь я вижу, вот не знаю, это люди ставили, нет, ограничители, а, это от застройщика, смотрите, друзья, стоят везде ограничители дверей для того, когда вы открываете, чтобы ручка не ударила вот сюда. Молодцы, вот продумано. Вот здесь тоже, видите, вот там клапан наверху, и вот тоже все закрыто, и смотрится нормально. Ну, вот здесь такой есть конструктивный момент, в глаза сильно не бросается, закрыто все достаточно красиво, ну, не знаю, должен быть он здесь или нет, вот вы сами как считаете, потому что вот здесь нет. Сейчас посмотрим, есть ли вот это у нас получается 10 этаж, есть ли на 9 этаже вот такая же какая-то специфическая труба. Вот, смотрите, вот нашел хоть что-то, вот здесь подкрашивали, смотрите, ай-яй-яй, цвет-то немножечко не совпадает. Открываем дверь. Для того, чтобы она не ударялась, есть ограничитель. Буду делать это сильно для того, чтобы понять, ударится ли ручка в стенку. Да, ручка все равно, если сильно открыть, бьется в стенку, то есть этот ограничитель нужно еще на сантиметр бы 3-4 по-хорошему сделать, чуть длиннее, для того, чтобы ручка не билась вот сюда в стенку. Смотришь на сами ступени, они чистые, все отмыто, то есть далее отмытый нормальный дом. Тут никто ничего не доделывает, нет нигде оголенных проводов, нигде ничего не торчит. То есть здесь застройщик думает о людях и о своих клиентах, в отличие, кстати, от других. Вот поэтому, когда выбираешь жилье для жизни, нужно к этому очень внимательно и хорошо подходить. Вот, кстати, мое личное мнение, что Илона это интересный, достаточно проект, потому что такое специфическое место, но зато очень хорошая транспортная доступность, большое количество соцобъектов, в которых, как мы поняли, мест нет. Но стараться, естественно, нужно для того, чтобы туда попасть. Спуск в цоколь, здесь мы видим обычные бетонные марши лестничные, мы видим, как здесь все красиво, хорошо сделано, мы видим, что здесь все окрашено, и давайте посмотрим, вообще была ли здесь когда-то вода. Мне еще интересно посмотреть, что под козырьком. Ох, посмотрите, пластины, подвыны, чтобы крепко держало, монтажная пена, стыки нормально зачеканены, мастикой специальной. Спустились сюда, водомерный узел, пожарная насосная, закрыта, категория помещения, блин, ну вот смотрите, как все это круто. Вот оно, одно из самых низких мест, куда уходит, соответственно, вода. Так как здесь я вообще следов воды не вижу, то я понимаю, что она уходит. И обратите внимание, да, с одной стороны простые обычные ступени, но сюда нормально, приятно заходить, ты не думаешь о том, что ты заходишь, как-то, не знаю, бомжатник или где-то поцарапаешь, испачкаешь свои вещи. Смотрим дальше, вот она, видите, огороженная территория, то есть все закрыто, забор, нормально окрашен цвет, козырьки светопрозрачные. Смотрится все нормально, вентиляция, видите, как все красиво сделано. Конечно, вот за это, когда на это смотришь и смотришь на другие комплексы, то, конечно, туда не хочется идти, хочется купить здесь. Детская площадка заслуживает отдельных у меня положительных, я вот здесь получаю положительные эмоции. Знаете, хочется сейчас вернуться, забрать своего сына Диму из садика и сказать, Димон, поехали, погнали снимать вместе обзор. Смотрите, как здесь круто. Вот это, друзья, стоит достаточно больших денег. И здесь, вот именно здесь, застройщик на этом всем не экономит, как это делают другие. Герц Санкт-Петербурга, название жилого комплекса. Вот это, смотрите, как классно, дети любят вот такие спуски. Вот здесь все вот сделано для людей, просто для людей, а не как это сделано обычно. И обратите внимание, что площадка разделена на разный возраст детей. Поменьше, чуть побольше и, соответственно, где-то для постарше. Спортивная площадка, теннисный стол. О, деревья я увидел, ребята, я увидел деревья. Раз и два. Так, два дерева от застройщика, уже плюс. Так, ходят сюда, давайте я тоже зайду. Слушайте, сейчас, похоже, в Питере то ли снег пойдет, я уже не знаю, то ли очень сильно пойдет дождь, град. Обратите внимание, какое просто свинцовое небо. Входная группа, первый этаж, система вентиляции, двигатели. Блин, смотрите, какая классная кирпичная кладка. Штраба под электрику. Вот это все, вот эта красота. Обратите внимание, как зачекание на стыке. Качество бетона. Видите, да, что-то здесь. А, слушайте, знаете, что это такое? Это проводили испытание качества бетона специальным устройством. Ограждающие конструкции временные. Блин, офигеть. Смотрите, я очень часто хожу на Рехау. Там внутри находятся электрические кабели. Обычно они просто валяются. Просто они висят, вернее, обычный кабель без всякой защиты. Здесь стоит дом защиты. Окна века здесь применил застройщик. Так, это мы на какой-то второй этаж поднялись. А как подняться выше? Блин, заблудиться реально на стройке можно. Так, вот смотрите, какие здесь есть интересные места. То, что я и видел и в домах. Это обычный блок, монолит. И вот здесь, например, сверху остается технологический зазор. Он минимальный. Здесь на раскидку сантиметра два. И здесь я вижу велотером. Это такой специальный жгут, который и звукоизолирует, и не проводит тепло. Да и обратно. Здесь можем видеть противопожарное кольцо. Там внутри специальные гранулы от температуры. Они просто закупоривают всю эту трубу и не позволяют температуре пройти вверх или, соответственно, вниз. Дальше. Мы вот здесь видим провода. Я не знаю, под напряжением они или нет. Но здесь обратите внимание. Вот еще не сдать, здесь еще строить и строить. И здесь все в изоляции. Аналогичная ситуация и здесь. Вот они, петельки. Все в изоленте. В гофре все закрыто. Все понятно. Вот так должны делать все остальные. Здесь мы видим, соответственно, подводку для системы отопления. Гардиатор застройщик применяет торговые марки Пурма. Это у нас гипсокартон. Вот поэтому, значит, так все ровненько. Отверстия просверлены, закрыты. Вот это вся красота стройки. Когда ты вот это видишь, я понимаю, почему это стоит столько. Потому что здесь нормально делают люди. Вот давайте посмотрим на окна. Как установлены окна. Во-первых, анкерами не насквозь. Что является, я считаю, неправильно. То есть они на специальных пластинах держатся. Далее здесь паропроницаемая мастика. Смотри, как все зачеканено. Вот у меня никаких здесь вопросов не возникает. Еще один большой плюс, например, лично для меня. Очень часто перемычки не вот эти заводы бетонные, да, применяют перемычки металлические. Но металл, он, во-первых, другой плотности. На нем часто, знаете, бывает, видели, да, когда становится прохладно, а он где-то в тепле там, и на нем появляется конденсат. Вот здесь такого уже не будет, потому что это почти одинаковый материал. Даже здесь выход сюда, блин, водка. Вот. Люди думают. Люди думают и делают как надо. Вот то, что я вам показывал, это, оказывается, детский сад. Сейчас мы с вами пойдем именно так. У нас тут несколько штор. Похоже, это сюда. Так, закрома стройки. О, ребята, это здесь. Офигеть. Обязательно подпишитесь на канал. Вот это будущий жилой этаж. Обратите внимание, как все закрыто. Как сделана подводка. Вот я смотрю, у меня, например, глаз радует. Для того, чтобы нигде ничего не заляпать. Все, смотрите, обернуто обычной пленкой, прозрачной. Вот поэтому у них здесь чисто. То есть они делают все для того, чтобы как можно меньше потом что-то делать. Ну, как обычно, это скандинавский застройщик. Нормальный, кстати, здесь. Слушайте, крепко держится. Практически нет никакой амплитуды. Стены, соответственно, все из гипсокартона. Там, понимаю, утеплитель. Ну, по крайней мере, должен быть. Можем посмотреть, как сделаны откосы. Ну-ка. Слушайте, нигде не дует. Вот здесь именно. Я не чувствую, чтобы где-то было продувание. При этом, кстати, сегодня в Питере очень сильный ветер. Но всегда лучше на приемку квартиры всегда брать специализированного человека. Хочу подняться на самый верх. Здоровенные окна. Просто здоровенные. Блин, вот столько здесь света. Офигеть. И вот тоже нормальные большие окна. Раз окно, два окна. Бетон 20 сантиметров. Нормально встанет дверь. Разобрался. Я на лестничном марше. Смотрите, обычный лестничный марш. Вот вы представляете, какая грязище. А мы с вами видели, как все чисто. Как это все нормально, качественно отмывает застройщик. Вот он точно такой же, как и применяют другие. Привезли с завода, установили, приварили и сделали по красоте. Но почему-то они все могут сделать так красиво, как, к примеру, мы с вами видели у Юита. Поднялся на 11 этаж. Смотрите, где выходит электрика. Вот здесь будет комната. Видите, уже все начинает собирать строители. То есть это делается очень-очень быстро. И здесь у нас с вами есть переход в соседнюю секцию. Две панели. Здесь все зачеканено. Вообще даже вопросов нет. Смотрите, как хорошо сделана канализация. То есть, видите, они очень быстро строят, потому что все вот идет этапами. Да и штукатурный слой просто минимальный. Так, ручки у меня нет, чтобы сюда зайти. Вот круто, да. Стой, опасная зона. Там все открыто, можно улететь. Керамика. Сетка. Блин, смотрите, как классно. Радиаторы уже. Еще не уделю, что подключены. Они уже все подключены. Ребята, у меня слов нет. Провода не висят, как это обычно. Все смотано, закручено. Вот они везде, выводы есть. Блин, смотрите, только какая красота. Через какое-то время здесь будет так же. Поставят направляющие и сделают стенки. Не знаю, в какой я это прошел уже. Другой материал. Прошел я в какой, соответственно, литер. Блин, ну реально классно. Вентиляция сборная, да. Слушайте, нет, похоже. Нет сборной, да, завода. Но видно, что винтканал тут у них непростой. У них тут видно свое ноу-хау изобретение. Блин, молодцы. Вот, кстати, видите, красный бетонный контакт. Для того, чтобы обеспылить, обезжирить, была хорошая адгезия, наносится бетонный контакт. После высыхания уже штукатурки. Штукатурки здесь, мне кажется, 5-7 мм максимум. То есть ее практически нет. То есть для того, чтобы только выровнять. Я вообще более плотно, детально рассматриваю первый раз застройщика ЮВИТ. Когда я всегда смотрю застройщика, всегда смотрю и обращаю внимание на все нюансы. Вот на что, знаете, вот у меня как обычный покупатель, на что ложится глаз. И вот здесь есть, да, есть нюансы, но они просто незначительные. А по отношению к другим, большинству других застройщиков, на 90%, они просто меркнут. Вот, например, видите, уже скоро будут стенки. Скоро получите ключи и зайдете в эту красивую квартиру. Кстати, по поводу цен. Вот я себе специально выписал, сколько стоит. Значит, в жилом комплексе Илона квартиру можно приобрести от 8 млн 655 862 рублей. А соответственно, здесь уже квартира стоит 8 млн 551 тысячу. Вот, друзья. Ну, вот так выглядит кровля. Тут нет ограждающих конструкций, только временно я сюда не полезу. Держусь за поручень. Смотрю, применяет застройщик мягкую, наплавляемую гидроизоляцию и купал. Это хорошая гидроизоляция. И здесь все отлично, друзья. Пойдем пару этажей вниз и посмотрим, все ли здесь действительно так хорошо. Раз я на стройплощадке финского застройщика, то как думаете, какой применяет здесь застройщик материал? Давайте вместе посмотрим. Финишная шпаклевка торговой марки Килта. Финляндия. Штукатурка гипсовая Кнауф. Обычная для мехнанесения МП-75. Именно за этой дверью находится временный лифт, при помощи которого застройщик поднимает стройматериалы на необходимые ему этажи, для того, чтобы бесперебойно шла работа по возведению жилого комплекса. Посмотрим? Да, нет? Знал, что ответите. Да, погнали. Здесь у нас ворота. Здесь уже намного ниже, поэтому не так страшно. И вот видите, все для безопасности закрыто, для того, чтобы, знаете, это от дурака. То есть, чтобы ты никуда не прошел. Вот здесь видим, да, вот такой специфический такой вывод из пластика, закрепленный для того, чтобы вытащить здесь кабель. Это для того, чтобы не продувало, для того, чтобы можно было нормально утеплить стену. Вот когда я вижу такое, друзья, у меня это вызывает уважение. Переносимся сюда. Видим стык двух плит. Видите, это велотерм. Он между ними, для того, чтобы не было продувания, не уходило тепло, не заходило влага. Обратите внимание, как хорошо проварена закладная, окрашена специальной краской, чтобы не ржавела. И потом это все зачеканет. И все, это, друзья, на века. Сам фасад, утеплитель, сетка, штукатурка, декоративная штукатурка. И вот такая красота будет у вас на долгие-долгие года. Чтобы здесь было тепло, не было отслоения штукатурного слоя, вот специальная такая печка. Написано, что нагревается до 100 градусов. Вот это направляющие под будущие стенки из гипсокартона. Мы все знаем, мы все гипсокартон называем гипрок, потому что это первый производитель, который был на рынке. И теперь мы все называем все это, все эти плиты различных производств, кналов, не кналов, все гипсокартон, гипрок. Гипрок называем. Гипрок это производитель. Здесь обратите внимание, что застройщик применяет хороший, один из самых дорогих профилей для возведения межкомнатных стен. Ну, естественно, утеплитель Пеноплекс, который уже годами зарекомендовал себя свое, соответственно, качество. Вот, можно посмотреть, он смотрится, какой вес, смену, упаковка. Килта-про, финишная полимерная шпаклевка. Вот смотрите, на что обращаю внимание, как хранится стройматериал. Все закрыто, закрыта пленка. То есть, влага, дождь, снег, град. Туда, вовнутрь, друзья, не попадут. И не попадают. Один из самых недорогих утеплителей. Керамзит. Развивающий игровой центр. Красное и белое. Все для комфортной жизни. А что скажу вам? Мне понравилось. Мне понравилось качество строительства. То, что я вижу уже с данных годов. Первый дом в 2018 или 2019 году сдали. То есть, прошло уже два года. Все в отличном состоянии. Есть, конечно, нюансы такие, что отсутствуют деревья. И достаточно такая маленькая дворовая территория. Ну, это и понятно. Земля здесь достаточно дорогая. Поэтому ценится каждый квадратный сантиметр. Ну, и здесь, конечно, в шаговой доступности буквально, тут, наверное, 250-300 метров находится жилой комплекс Terra. Вот он за моей головой в шапке. Обзор есть этого комплекса на канале. Ссылку специально оставлю, чтобы вы посмотрели и сравнили. И там реально очень классно, много чего интересного рассказывает председатель ТСЖ соседнего дома. Вот он. Вот, кстати, трамвайный парк. Вот подъехал трамвай в парк. Соответственно, если жители жилого комплекса от Юитт Тарма жалуются на звуки утренние из трамвайного парка, то вы представляете, да, на что только будут жаловаться жители жилого комплекса Terra. Издалека фасад жилого комплекса Terra смотрится неплохо. Я бы не сказал бы, что мне как-то супернравится, но смотрится неплохо. Вот мы видим клеймеры. Вот это сразу портит внешний вид. Мы видим, что не такой дорогой материал. Видим сверху панели. Ну и как-то, слушайте, ну так себе-то на самом деле. Сейчас вот ближе смотрю. Вот видите, да? Вот тут разное расстояние. То есть больше, меньше. Видно, что крепление торчит. Вот здесь видно. Наверное, самое дорогое, мне кажется, это вот эти декоративные элементы, которые заказывал застройщик. Такую же плитку я встречал там в Солнечный город. Вот точно такая же плитка. Но, извините, там цена в 2-3 раза дешевле, чем здесь. За что вот такие деньги платишь? А в итоге получается, что они тут хорошенько сэкономили. Вот, кстати, вот здесь сверху видим, что керамическая плитка. Вот она вот здесь как-то более интересно смотрится. А вот сами вот эти панели, большинство этих панелей, это, знаете, такое ощущение, что это обычный металл, покрытый пластиком. Один из самых таких недорогих, получается, материалов, которые, соответственно, применяют застройщики. А вот о чем я и говорил. Вот видите, последние этажи, там у людей будут террасы с видом на прекрасный старый желтый дом. Ну вот этот материал, обычный металл, с каким-то покрытием, покрашенный, я не знаю, чем. И вот из него сделан фасад. Вот можно посмотреть, как краешком глаза будет выглядеть двор. А вот этот променад, как они говорят, такое окно прям как раз в скверик. Ну, что-то чувствую, что когда они это все зададут, это будет совсем другое, другой вид, нежели о чем говорят. Смотрите, смотрите, кустарник посадили, офигеть. Что это вообще такое? Так еще они как огурцы или помидоры, баклажаны. Они тут сажали, они тут уже все умерли. И вот там один торчит. Блин, ну вообще. Но зато колючая проволока и обмотали весь забор. Знаете, что не хватает, друзья? Вышек не хватает с автоматчиками. Здесь, если посмотреть, то мы можем увидеть, что какие-то проблемы есть с газоблоком при его кладке монтажа. Видите, отколтые куски, какие-то отверстия или дырки, как это правильно назвать. Но по мне так точно не должно быть. А вот на переходных балконах вон бороды торчат, ничего не срезанного. Обычно это делают сразу. Ну, надеюсь, исправят. А из нашего окошка видно лестницы немножко. Знаете, все очень хорошо познается в сравнении. Вот если бы я себе выбирал жилье вот на этом участке земли, рассматривал бы жилой комплекс Тера или финскую Тарму, я бы однозначно взял бы Тарму. Потому что я понимаю, что он может быть не с таким красивым фасадом, как рекламирует застройщик Теры. Но я понимаю, что все-таки Уюитт пока еще держит марку. Это качество строительства, это культура строительства. О, вот этот слов, культура строительства. Видите? Вот, не граждающих конструкций, ничего, даже ленточек нет. Ну, конечно, друзья, мне хочется услышать ваше мнение, чтобы вы написали по жилому комплексу Илона и жилому комплексу Тармы, по той же Тере, что бы выбрали вы, что вам понравилось, что вам не понравилось, как вам, кстати, качество строительства. Если посмотреть те обзоры, мои обзоры на моем канале других жилых комплексов, сравнить и сказать, что да, там хорошо строят. Нет, Андрей, ты вот Уюитт выделяешь, или они тебе заплатили, как многие пишут, и, соответственно, поэтому так все показываешь. Ну что, на этой ноте я буду заканчивать это видео. Рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на этот ролик и оставьте свой комментарий. Ну, а я с вами не прощаюсь, и, как обычно, говорю, до скорой встречи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok